100 миллионов гривен. Эту сумму Кабмин выделит на ликвидацию последствий пожара на складах Минобороны в Черниговской области. Об этом открывая заседание правительства, заявил премьер Владимир Гройсман. Более подробно узнаем у корреспондента UATV Нессы Заниной. Она на прямой связи со студией Несса. Здравствуй. Так, уже известно, на что конкретно направят деньги? Гривен или 3,5 миллиона долларов на ликвидацию последствий разрушений, которые произвели боеприпасы со складов Минобороны. Примерно 9, более 9 тысяч домов, по предварительным данным, разрушены. В основном это Ичня. И деньги пойдут на это восстановление домов на хозяйство. Деньги выделит Министерство финансов областной администрации Черниговской. И та будет уже распоряжаться ими на свое усмотрение, помогать людям. Я хочу сказать, что заслушали Полторака, Степана Полторака, Министерство обороны сегодня. Он рассказал о том, что это за склады там были. Это 119 хранилищ в основном на открытом пространстве хранились. Они в подземных бункерах. И трудность в том, что это 6 километров охраняемой территории. Охраняло ее 12 охранников. И были проведены работы предварительные по тушению периметра. И что сейчас происходит, что сейчас гасит и каким образом прошел прямую речь Степана Полторака. На этот момент там работают пять танков, три машины инженерного разграждения, которые уже расчищают арсенал и тушат отдельные очаги возгорания. Интенсивность взрывов на сегодняшнее утро – один взрыв за три минуты. Был еще мощный взрыв ночью. Личный состав задействован не только в ликвидации пожаров, но и расчистке проходов для техники. Добавлю, что вторым выступал на Кабмине Михаил Чечеткин. Он рассказал о том, как справлялись спасатели, как эвакуировали людей, куда эвакуировали и о том, что все, кого могли, всех вывезли и всех нуждающихся расстелили по школам и детским садикам. Прошу прямую речь. С привлечением 35 автобусов в краткие сроки было эвакуировано 12,5 тысяч человек из города Ичня и 36 населенных пунктов, которые находятся в опасной 35-километровой зоне поражения. Через 11 развернутых эвакуационных пунктов вывезено 4300 человек и больше 8 тысяч уехали самостоятельно. Несмотря на то, что Владимир Гройсман, премьер-министр, сказал о том, что предварительные выводы не хотят озвучивать особо, версии выдвигать, Степан Полторак придерживается той же мысли, но тем не менее он сказал о том, что опасность в том, этих взрывов в Черниговской области, то, что они находятся вблизи от России. И это огромная территория. И что все-таки склоняются к версии, там работающая следственная группа СБУ и Минобороны, склоняются к версии, что это было все-таки подрывы, потому что он сказал, что в 3,20 одновременно было 3 взрыва и в 3,45 еще 6 взрывов по периметру одновременно. Это о чем-то говорит. Но следственная группа еще работает и выводы о них звучат позже. Владислав. Спасибо тебе, корреспондент ЮЭТВ Несса Занина. Работает в кабинете министров. Правительство выделяет 100 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожара на складах в Черниговской области. Редактор субтитров А.Семкин